Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы продолжим сейчас разговор о книге «Экклезиаста» и поговорим о восьмой главе этой книги. В восьмой главе «Экклезиаст» помещает некоторые достаточно трудные и важные для читателя утверждения, которые не всегда бывает легко передать и тем более принять для читателя и даже и для переводчика. В начале он говорит о власти, о царе, о отношениях человека, своего гипотетического читателя с тем царём, который у этого читателя на данном этапе жизни есть. Ну и, с одной стороны, он в начале говорит вещи довольно очевидные. Слово «царское храни» призывает читателя исполнять клятвы, которые он даёт перед царём. Но, впрочем, говорит это ради клятвы перед Богом, говорит «Экклезиаст». Таким образом, для него всё-таки важно то, что делает человек перед лицом Божьим, а не в какой-то другой перспективе. Сама по себе эта позиция достаточно значимая. И дальше «Экклезиаст» говорит о том, что человек не знает, что будет, и в конечном итоге вообще в контексте того, как видит «Экклезиаст» жизнь, события человеческой жизни, всё-таки вот для него действительно все те обстоятельства, которые в земном контексте здесь, там, с этим царём, так или иначе, нас окружают, всё это скорее входит в категорию суеты. А по-настоящему значению имеют лишь только смысл наших поступков, как они выглядят перед лицом Бога. Именно поэтому он говорит о том, что мудро было бы вот исполнять то, что повелевает царь. Но при этом, кроме того, что «Экклезиаст» видит суетность всей этой картины, он ещё, что тоже очень-очень важно читателю увидеть, понимает, как часто жизнь и вся картина власти, которая на Земле существует, без которой, ясное дело, невозможно обойтись, насколько это всё плохо соотносится с понятием справедливости. И вот первый его пассаж о власти, об отношении к ней заканчивается чрезвычайно важными словами, которые передать более или менее в точности, скажем, у автора синодального перевода «Пороху» не хватило. Это 9 стих 8 главы. «Экклезиаст говорит, вот я видел, обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. В славянском переводе дальше звучат слова «Вся, елико обладан бы из человека от человека, вы же озлобите ему». И в других переводах тоже мы видим мысль о том, что всегда, когда человек властвует над человеком, во зло ему. Автор синодального перевода здесь постеснялся написать так прямо и говорит «бывает время, когда человек властвует над человеком, во вред ему». Повторяю, авторы всех остальных переводов, как и оригинальный текст, не говорят, что бывает время, а считают, что это всегда, всегда. Да, вот эта идея того, что люди властвуют друг над другом в мире, который вообще-то создан Богом и принадлежит Богу, и в котором, по-видимому, насколько это понимает «Экклезиаст», никакой такой иерархичности в проекте, так сказать, не предполагалось. Это всегда во вред, всегда во зло ему. Да, к сожалению, в самых разных исторических контекстах люди пытались пропагандировать себе и друг другу представление о том, что это не так, что, ну, там разные мы находим аргументы, зачем власть бывает полезна, и она впрямь бывает полезна, там, чтобы ограничивать уровень насилия или лжи, или несправедливости в обществе, но вот это всё-таки некоторое прекраснодушное представление, которое «Экклезиасту» не близко. Он считает, что вообще всегда, когда один человек властвует над другим, это нарушение божьего замысла о человеческом мире, в котором только Бог властен над человеком и никто другой. А если мы это пытаемся как-то изменить, подправить и властвовать друг над другом, помимо, так сказать, власти Бога и вне её, это всегда во вред, это всегда во вред. Вот эта махина, которую автор апокалипсиса потом будет видеть, как такого апокалиптического зверя из бездны, махина властвования людей друг над другом, это всегда приносит вред, всегда приносит вред. Согласитесь, что и современному читателю тоже, в общем, страшновато согласиться с этим утверждением, и хотелось бы как-нибудь от него увильнуть, потому что, ну, по разным причинам, потому что тогда непонятно, почему вообще мы на это соглашаемся, да. Тем не менее, в весьма пессимистический, печальный, горестный взгляд экклезиаста на мир эта его мысль очень и очень укладывается. Он бы и рад, наверное, сказать, что да, бывает, когда там хорошо, когда порядок устанавливается, прочее, прочее, но он этого не видит. Он не видит этого в своём исследовании, а он снова и снова практически в каждой голове говорит о том, что он пишет свои выводы в результате рационального исследования всего, что делается под солнцем. Вот он не видит никакой пользы, кроме вреда. Снова повторю, что нелегко бывает с этим согласиться, но хотя бы где-то на краю сознания эту мысль экклезиаста, я думаю, всё-таки людям следует держать, помнить о том, что и такой взгляд тоже возможен, и у человека, который понимает, о чём говорит. Следующий пассаж в этой восьмой главе посвящён тому, что происходит в этом мире, в этой жизни с людьми, которых несколько условно. Экклезиаст называет праведными и нечестивыми. Наверное, ясно, что это условное разграничение, конечно, и было бы хорошо, если бы отделять советы от козлов, можно было бы каким-то простым признакам. Но для человеков это невозможно, это возможно только для Бога. Ну вот, экклезиаст предлагает некоторый образ разграничения тех, кто следует заповедям Божьим, и тех, кто им не следует, праведных и нечестивых. И вот он говорит о том, что человеческие представления о справедливости и воздаянии, о том, что праведность непременно должна вознаграждаться, а наоборот, нечестие должно непременно подвергаться тем ильдым карам, в этом мире в общем не работают. Говорит о том, что плоды человеческой праведности и благих поступков забываются очень быстро и, в общем, оказываются такой же суетой, как и плоды поступков нечестивых и злобных. И вот единственное, что может экклезиаст этому противопоставить, он говорит, что да, я знаю, что так бывает, что так бывает, что несправедливость в этом мире есть, и очень много. И говорит, но хотя грешник сто раз делает зло и костнеет в нём, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет перед лицом его. Не то, чтобы он мог привести примеры, не то, чтобы он мог привести какие-то рациональные доказательства. Это скорее, если хотите, заклинание. Он говорит, но я знаю, что несправедливость не принцип существования этого мира. Скорее, может быть, эти слова экклезиаста говорят о том, что он в глубине души, где-то в глубине своего сердца не может согласиться, чтобы это было частью Божьего замысла. Он говорит, да, действительно, нечестивые благоденствуют, праведники наоборот погибают, и суд над нечестивыми совершается нескоро, и поэтому люди не страшатся, делают зло. Но я знаю, что это ещё не вся правда о мире, что это не тот принцип, который Бог возжелал положить в основу этого мира. И если, как и экклезиаст, нам трудно подобрать примеры этой его убеждённости, какие-то аргументы и доказательства, то, по крайней мере, увидеть эту его веру и эту его надежду тоже очень важно. Понимаете, он знает о Боге, что всё-таки ему не свойственно вот эта несправедливость, это не от него в мире существует. И поэтому дальше он говорит, вот, да, есть такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, и наоборот. Но всё это, то, что в контексте и в пределах земной жизни должно было бы быть полностью взвешенным справедливым воздаянием, экклезиаст называют суетой, потому что, по-видимому, для него всё-таки реальность не ограничивается этим земным контекстом, не ограничивается только справедливостью и несправедливостью земного мира. Поэтому в сумме, так сказать, он надеется на то, что правда больше, чем суетные причинно-следственные связи жизни в этом мире. И, наконец, продолжая разговор об этом уже в самом конце главы, экклезиаст говорит о том, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. И это тоже одновременно вывод из исследования и, если хотите, мировоззренческая позиция. Экклезиаст говорит не только о непостижимости мира, в конце концов, об этом речь шла у него в начале книги. Скорее он говорит именно о сфере нравственной, о том, что человек не может постичь этого, но не потому, что мы туповаты, что, наверное, было бы справедливо, и не потому, что мы слишком многого не знаем, что без сомнения так, но потому, что мир не ограничивается тем, что видит человек. Он говорит, экклезиаст говорит, я увидел дела Божьи, все дела Божьи, и нашел, что человек вот всей полноты этих дел Божьих, того, что делается под солнцем, постичь, не в состоянии. Это, на самом деле, важное очень утверждение по самым разным причинам, потому что, ну, в данном контексте для экклезиастов, в первую очередь, это возможность не падать духом, зная всё то скептическое, что он видит, что он подытоживает из своих исследований, зная, что, да, мир несправедлив и несовершенен, и в нём многое происходит не так, как нам казалось бы важным, но это не потому, что мы чувствуем неправильно или плохо различаем справедливость и несправедливость, а потому, что жизнь Божья и человеческая реальность этим миром не ограничиваются. Субтитры создавал DimaTorzok